МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Федеральные автодороги Север-Юг в Дагестане расширят. Подробности в выпуске. Каспийское море теперь покоряют и яхтсмены. В Махачкале стартовал фестиваль парусного спорта. Футбол на высоте. Юные спортсмены из Ахвакского района продолжают собирать трофеи. Девять лет тюрьмы получил житель Дербенского района за убийство своего отца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. В судебном заседании установлено, что 36-летний мужчина на почве личных неприязненных отношений нанес удары своему отцу в область грудной клетки, лица и головы, в результате чего последний скончался на месте. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Сам же виновник изначально заявлял, что потерпевший после ссоры вышел из дома и не вернулся. Эти показания вызвали сомнения у сотрудников уголовного розыска. Впоследствии тела 59-летнего мужчины нашли в сарае под сеном. На тропе были видны гематомы и другие следы насилия. Хотели расплатиться фальшивыми чеками, но заработали реальный срок. В Магранкинском районе республики задержаны подозреваемые в серии мошеннических действий. Двое мужчин 36 и 25 лет совершали покупки в местных магазинах, предъявляли поддельную квитанцию об оплате на кассе и обманывали продавцов. Пока первый в качестве водителя сидел в машине, второй проворачивал аферу. Злоумышленники сознались содеянным. Заходил в товарочный магазин и брал в блоке сигарет, тем самым показывал липовый чек и уходил с товаром. Кому предоставляли липовые чеки? Правда, в центре, в кассире. Что приобретали, показывая поддельные липовые чеки? С сигаретами. На данный момент установлена причастность подозреваемых к четырем эпизодам. Возбуждено уголовное дело. Отрезок федеральной автодороги «Север-Юг» в Дагестане станет четырехполосным. Речь о 15 километрах трассы между Хасавюртом и Махачкалой. Завершены работы будут уже к 2025 году. Это позволит увеличить пропускную способность участка и повысить безопасность. Все дело в том, что этот путь является популярным туристическим и логистическим направлением. Интенсивность движения составляет порядка 30 тысяч автомобилей в сутки. Для жителей ближайших дороги населенных пунктов благоустроят пешеходную среду. Заменят 231 опору наружного освещения, установят 6 автобусных остановок, построят пешеходные дорожки и тротуары. Завершающим этапом капремонта станет обустройство участка трассы, включающие установку барьерного ограждения по оси и по краям проезжей части, дорожные знаки, светофорные объекты и нанесение разметки. Более 20 миллионов рублей за последние три месяца распределил благотворительный фонд «Инсан» в качестве заката. Эти средства позволили поддержать 658 махачкалинских семей в трудной жизненной ситуации. Закат – это обязательное милостыне мусульман, которое они выплачивают в пользу бедных. Отметим, что фонд «Инсан» вот уже более 10 лет занимается его приемом и распределением. Когда к нам приходит закат-отдатель, наши братья и сестры, мы в первую очередь им говорим, мы не ставим перед собой целью, как бы от вас принять закат, и мы что бы мы сами распределили. Если вы хотите, у нас есть готовые списки подопечных, инспектированные нашим работникам, которые попадают под категорию получателей заката, которые священы Аллаху по ману Кур'ану. Если вы хотите, мы можем как бы сюда пригласить подопечных, и вы сами распределили. Уже третий вариант, мы говорим нашим братьям и сестрам, только третий вариант – нас уполномочить. В этом случае тоже мы как бы предоставляем отчет. Когда мы видим подопечных, сердце радуется, не все потеряно. Столько, имеется в виду, дуа, молвы они делают за наших братьев и сестры, которые им выплатили этот закат. Им это очень большая, существенная помощь, так как очень много людей нуждаются в нашей помощи, в нашей поддержке. Напомним, что отдел заката расположен на территории Джума-мечети Махачкалы. Здесь любой желающий сможет получить профессиональную консультацию о третьем столбе ислама. Махачкале проходит фестиваль парусного спорта «Каспий-2024». Он посвящен 90-летию со дня рождения знаменитого путешественника и мореплавателя Евгения Гвоздева. Старт был дан на загородном пляже «Оазис». Участие в мероприятии принимают около 20 команд из разных городов страны. Им предстоит пройти соревнования на надувных катамаранах. Организаторы фестиваля – Федерация парусного спорта Республики и Дагестанское отделение Русского географического общества. Цель мероприятия – почтить память выдающегося российского яхтсмена Евгения Гвоздева, а также популяризировать и развивать парусный туризм в регионе. Юные футболисты из Ахвахского района продолжают собирать трофеи. Своей пока главной победы дружина из высокогорного села Карата добилась на прошедшем в Астрахани престижном всероссийском турнире «Кожаный мяч». Курбан Рагимов узнал, в чем секрет успеха горцев на футбольной площадке. Еще неделю назад им покорилась Астрахань, а сегодня они готовятся к новым вызовам. Все так же на своем поле в высокогорном селе Карата. Футбол в Ахвахском районе развивают только с 2018 года. Успехи пришли даже быстрее, чем ждали. Пять раз воспитанники местной спортшколы выигрывали первенство Дагестана, завоевали бронзу школьной футбольной лиги в Москве и пришли к триумфу на всероссийском турнире «Кожаный мяч». Тяжело в учении и легко в бою. Тренировки этих футболистов каждый день проходят на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Благодаря такой закалке уже на равнине в физике и желании победить им просто не бывает равных. На турнире в Астрахани отличились игроки старшей возрастной группы. Сейчас им по 14-15 лет. Троих футболистов из этого состава уже пригласили в Академию Махачкалинского «Динамо». Честно говоря, нам было тяжело в плане того, что там было очень жарко, на улице 40 градусов, а на поле 50-55, сказали, были ожоги, кто-то сознание потерял во время игры, кто-то подошва отошла, короче, было в плане сложных, что погода была очень жаркая. У меня на тренировке есть правила, в первую очередь дисциплина. Во-вторых, раз он пришел на тренировок, должен пахать два часа, отрабатывать, не сачковать. В-третьих, это просить у Всевышнего победу. Это упорная работа детей, каждый день тренируемся, утром, вечером, кроссы, физподготовка, желание детей. Хвала Всевышнего, он дал такой результат. Первый раз в истории Ахвадского района мы стали первым чемпионом России. Это сейчас они бегают в футболках Роналду и Мбаппе. Но в будущем каждый из них твердо намерен также заявить о себе в большой игре. Капитан Наурбека Леди Бира в футболе 4 года. Признается, этой команде юных горцев победы даются за счет бойцовских качеств. Сначала ходил во дворе, играл, потом понравилось, начал ходить, заниматься. Ну и так все пошло. Семь игр пришлось провести. Одну мы две игры не часы играли, а так все выиграли. Ну мы тренировались до этого турнира. Мы точно тренировались. Вообще за счет чего вы побеждали у своих соперников? За счет характера, можно сказать, за счет физики. До конца играли, не сдавались. Сразу на первой тренировке там играть начал. И потом, ну, понравилось уже. Вторую, третью уже не пропускаю. Да. А вообще какие планы в футболе? Чего хотел вас бы достичь? Ну в первую очередь профессионалом стать. Да. А что для этого нужно делать? Тренироваться упорно, не пропускать тренировки. Ну, благодаря тренеру мы начали там выигрывать. И в Москву полетели. И в Дагестане несколько раз брали места. Вот тренер нас поддерживает. С ним вместе добиваемся. Футбольная история в селе Карата начнулась на этом поле. Играли 3 на 3 без аутов. Поначалу было бы сложно привыкнуть к правилам профессионального футбола. А полноценный состав для игр в формате 11 на 11 с трудом набирается и сейчас. Но после каждой новой победы в секцию записывается все больше детей. Все были удивлены. Ашотович Маркаров спрашивает, неужели вы на этом резиновом поле играли? И у вас поля нет. И мы когда сказали нет, итогово радовались. Мы радовались этому полю. Открыли в 18-м году, по-моему, резину залили. А до этого на грунте играли. Для нас, конечно, это была большая радость для детей. Здесь хоть храм поменьше, пыли нет. Ну, а теперь грех жаловаться. Теперь вы видели, там большое поле построили, покрытие хорошее, условия созданы. Они привыкли через стенку играть здесь. И 3 на 3, наверное, играли мы 3 на 3, максимум 4 на 4. А когда все выезды, там ведь формат другой. 5 игроков, один вратарь. Тоже тяжело было по позиции играть, объяснять. Но горцы адаптировались. У Ахвахского района своя большая спортивная история. Чего стоит одно только имя первого олимпийского чемпиона на Северном Кавказе, борца-вольника Заголава Абдулбекова. Есть успехи и в других единоборствах. Теперь ставка на футбол. И пока она себя оправдывает. Народ у нас спортивный. В основном и национальные виды спорта культивируются. И раньше очень сильная, хорошая волейбольная команда была. Вот сейчас молодежь на футбол перешла. Ну, дети занимаются, есть энтузиазм. Вот такие спортивные поля, наверное, не в каждом городе есть. Сегодня то, что наши ребята нас радуют своими успехами, значит, где-то какие-то футбольные гены в Ахвахса тоже были. Мы надеемся, что они нас еще не раз порадуют. Успехами футболистов сегодня гордится весь район. В будущем от них ждут попадания в ведущие клубы страны. А пока ребята готовятся к очередной поездке. Новым вызовом для юных каратинцев станет турнир Лига чемпионов, который пройдет в сентябре в Москве. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Ахвахский район. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Следите за новостями также и в нашем телеграм-канале. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова